друзья мои всем привет вот такой весенний у нас ассортимент может сказать весенне-летний я нахожусь в одном из самых больших канадских магазинов называется он фатсенбэй один из самых старых и известных я вам здесь часто снимаю здесь такой мульти брендовый магазин здесь очень много одежды разных брендов и компаний видите вот такие вот ангары огромные которые висят совершенно вот пожалуйста дона карен за 229 долларов симпатичное платьице много здесь разных компаний которые подороже подешевле здесь кстати есть корнер манго вот такой вот бренд ну снимать здесь можно три часа потому что здесь очень много всего можем носить и вырезы по бокам надо худеть бок боками худеть чтобы носить такие платья здесь есть очень много вещей таких не очень модных не очень современных довольно таких знаете ну такие вот платья для для женщин которые никогда не выходят из моды вот кельвин кляйн например здесь представлен вот такое платье вот совершенно вот я сколько себя помню столько по моему такие вот платья вот такие фасоны были может стоит она немало или вот такой вот кельвин кляйн например вот такой черный маленько черное платье классическая совершенно классическая но не это не тренд не тренд скажем так 170 долларов или кельвин кляйн или вот такое платье тоже 170 долларов это такой никогда выходящий вообще из моды, но я вам хочу сказать, в Канаде это носят, вот смотрите, вот тут много вот таких вот, вот розовенька висит, но здесь можно найти и более интересные вещи, здесь много всего, я просто так на удачу забрела и побрела, что мне здесь нравится, что здесь нету музыки безумной, которая орет как резаная, ну вот видите, мы все вот ходим-ходим, ходим-ходим, но я обязательно, вот Карл Лагерфельд, тоже значит, если вы думаете, что это имеет какое-то отношение к Шанель, к Шанель, дизайнером, который был очень многие годы Карл, то это какой-то вот его такая, я вообще не понимаю, если честно, это какой-то с его именем дешевая линейка, так, Дона Карен, это такая Дона Карен, смотрите, какая туника, туника красивая, цены здесь не маленькие, здесь не дешево, потому что это никакой не аутлет, а это как бы магазин такой полноценный, здесь вот Томми Хилл Фиггер, вот это вот все, вот эти вот бренды, вот он, пожалуйста, Томми Хилл Фиггер, зелененький пиджачок, синий пиджачок, пойдемте посмотрим, какой он стоит, я постараюсь найти что-то интересное нам померить, вы понимаете, что 180 долларов, из такого трикотажа, он шишит хорошо, аккуратно, ну вот такая вот вещь, модель, которая уже лет 15, наверное, имеет место быть, ну вот такие вот всяко, так, знаете что, пойдемте поищем что-нибудь, здесь, в крайнем случае мы поищем что-нибудь, найдем что-нибудь из манго, потому что здесь есть манго, корнер, который как бы не является, ну они просто снимают здесь, снимают здесь какой-то угол, вот Томми всякие платья, я просто вот иду вам и показываю, а вы просто смотрите и думайте, что вам нравится, что нет, вот Дона Карен, нет, да, Дона Карен платье тоже, 169, никогда не выйдет из моды, белая с черным, кстати, сейчас модно, да, ну, короче, я не буду здесь вам снимать обзор, потому что вам это не нужно, скорее всего, а просто что-нибудь найду интересное летнее, я просто какой-то угол такой изобрела, в котором все вот это вот, вот такая одежда для женщин, которые не, ну, как сказать, одежда для женщин, которые не следят за трендами, а одеваются одинаково много-много лет, я как бы, ради бога, я не против, кому нравится, вот видите, этот Дона Карен, вот эта вот кофта, блуза, туника, нет, это другая, это вот такая вот, а вот та вот, мы с вами смотрели, она немножко другой формы, так, здесь спортивная одежда, здесь уже что-то такое более молодежное, на входе, кстати, была такая джинсовая юбка модная, и вот такие вот были неплохие вещи, ну, что-то я куда-то забрела не в ту сторону, давайте я поищу что-нибудь, вон там Вера Мода, знаменитая, известная мной в узких кругах, давайте я поищу что-то примерить, потому что здесь можно ходить, ГЕС, кстати, потому что здесь можно ходить три часа и снимать, я не буду это делать, а пойду я поищу что-то, чтобы вам было приятно и интересно, Ливайс, там отдел белья, ну, все, выключаюсь и иду искать что-нибудь, попримерять. Совсем было, хотела уже выключиться, но тут наткнулась вот этот вот бренд Free People, я даже не знала, что он здесь представлен, это такой, ну, вот недешевая компания, вы видите, платьица стоит 232 доллара, обычная такая летненькая, ну, вот она, видите, на манекене, вот такие всякие, это такая этническая, этническая хиповая одежда, очень недешевая, американский бренд, который, вот видите, вот все вот такое, вот рюшечки, оборочки, свитер красивый зеленый, вот всякие вот такие вот кофты, свитера, все такое, знаете, немножко такое бомжатско-богемно-этническое, вот такое вот, но здесь совсем немного их вещей, я смотрю, совсем немного, хотя я их люблю, потому что у них есть очень интересные модели, вот, ну, вот мы выбрались какое-то что-то такое, более-менее, более-менее получше, посовременнее, все, выключаюсь, иду искать, что вы мне примерите. Ну, что, девочки, мы в примерочной, у нас сегодня лето, летняя будет такая, летняя примерка, немножко бархатного, немножко, это такое платье в офис деловой, и вот таких вот, ну, в горошек тоже, и два вот таких вот платья совершенно таких летненарядных, они немножко такие все однотипные, но вы знаете, это фасоны, которые, фасоны, которые я люблю, и поэтому я тащу в примерочную, естественно, всегда примеряю то, что мне нравится, и то, что мне подходит в моей фигуре, я понимаю, что это такое немножко однотипно, но вы видели, значит, выбор здесь так себе, выбирать особенно не из чего, поэтому, так сказать, не стреляйте в пианиста, он играет как умеет, принесла то, что нашла, размеры, там, фасоны, все, все такое, ну, вы видели, какое бы, поэтому я особо не буду распространяться. Так, я в моем любимом пальто, в котором мне кто-то написал, что оно похоже на матрас, значит, на мне, внизу под ним у меня вот такое платье, джинсовые ботинки, украшения, пояс мой любимый, как всегда, я при поясе, при плаще, и при шпаге, при плаще, вернее, при поясе, платье классное, такое с карманами, у нас потеплело, хотя я что-то сегодня легко оделась, прям реально, я реально замерзла, потому что у нас, вроде как уже весна, птички поют по утрам, а когда ветерок дунет, так очень даже и прохладно, она мне совсем тонкое платье, довольно тонкое было пальто, и я, в общем, призамерзла чуть-чуть, ну, все, давайте сделать примерку. Ну что ж, первое платье голубое, удивительно подходит к нему мои ботинки, джинсовые, потому что платье такое немножко, ну, такое этническое, ковбойское, что ли, я не знаю, почему мне так кажется, вот эти вот юбки, вот эта вот вся вышивка, ну, не знаю, в общем, платье такое этническое, и мне кажется, что джинсовые ботинки очень к нему подойдут, и даже мое украшение, цвет очень красивый, нежно-голубой, размер мне чуть-чуть маловат, оно могло быть его больше, но это был самый большой, по-моему, это восьмерка американская, это самый большой, который был в магазине, и за счет того, что здесь резинка на талии, то мне, в принципе, и ничего. Посмотрите, очень красиво сделана юбка, здесь еще, по-моему, какие-то металлические штуки, ну, на конце пояса, да, не важно, мы будем его ломать, разматывать, ломать. Значит, его можно, да, расстегнуть, или это фейковые пуговицы? Нет, настоящие. Или только здесь настоящие, а дальше? Да, вот здесь вот настоящая застежка, а здесь это все зашито. Ну и ладно, зачем нам на юбке застежку, чтобы она распахивалась? Пуговицы, чтобы стреливали в неподходящий момент. В общем, платьице такое, так и хочется вот ковбойскую шляпу и пуститься в пляс. Ну, мне нравятся, я люблю такие платья, очень много таких, многоярусная юбка, чуть-чуть маленькая. Вот чуть-чуть должно было быть послабо. Другие платья у меня побольше размера, потому что то, что было, как бы, наоборот, там, по-моему, они не все будут велики. Все, вот такое платье, сейчас покажу, сколько оно стоит. Состав, я думаю, синтетика, я проверю, конечно, но я думаю, что синтетика. Самое красивое, конечно, в нем это вот эта вот вышивка, здесь вот эта вот мережка, если я правильно это называю. Ну, в общем, короче, красивое платье, ничего не могу сказать. Тоже фасон такой, что никогда не выйдет из моды, хотя, ну, в общем, не супертренд, но, в принципе, нормально. И довольно длинное оно, вот так оно плещится. Так, все это полиэстер, бренд называется вот так, Evernew. Мельбурн, то есть это, видимо, какой-то австралийский дизайн. Ну, конечно, сделано в Китае. Стоит оно 170 долларов, и оно вообще даже четвертого размера. Видите, я посмотрела сюда. Это восьмой австралийский, а американский четвертый. А мне вообще нужен десятый. То есть, вот, понимаете, оно немаленькое такое, довольно такой, ну, как сказать. Если я влезла в четвертый, значит, оно рассчитано на девушек таких, знаете, ни на молодежь, ни на худышек. Посмотрите, что творится. А те, я думаю, что, ну, маловато. Ну, думаю, ну, восьмерка, конечно. Мне нужен десятый. Это вообще четвертый. Ну, в общем, короче. Красивое платье. Ну, вы видели на мне его. Оно-ка так плотненько сидело, но не сказать, что прямо так уже облегало, и было маленькое. Ну, потому что фасон такой. Резинка на талии. Красивая ткань. Красивый цвет. В общем, следующее. Классическое платье в горох. Очень длинное. Ну, зачем оно такое длинное? Этот размер мне больше подходит. Это, кстати, уже десятый американский. Даже мне, можно сказать, немножко великоват. Вот так вот. Но, в принципе, нормально. Никогда не выходящее из моды платье в горошек. Плессированная юбка. Вверх вот такой запахом. Здесь есть крючок, чтобы оно не расходилось. Но у меня мой ток внизу, чтобы ничего не вываливалось. Значит, манжета тоже такой. Кстати, манжет на резинке. Это, кстати, очень удобно. Потому что для разных рук его, в принципе, можно подтянуть на любую ручку, если поплотнее или похудее. Это очень хорошо сделано. В общем, платье красивое. Но, на мой взгляд, длинновато. Мне кажется, что такой фасон, оно ведь ненарядное такое. Это, по-моему, платье такое классическое. Можно сказать, и на работу в нем можно, и куда угодно. Вот если бы оно было покороче чуть-чуть. Ну, чуть-чуть. Мне кажется, было бы лучше. Все-таки они что-то перемудрили с длиной. Потом вот этот пояс здесь ужасный. Он так плохо, некрасиво лежит. Я вот так и так пыталась полчаса завернуть и надеть. Но у меня не очень получилось. Кстати, в нем есть замок. Но я влезла без замка. Здесь тоже резинка на талии, по-моему, да? В общем, короче, десятый мне как раз настолько, что я могу влезть без, не расстегивая замок. Вот такое классическое, классическое, приклассическое платье. Попошек с плейсированной юбкой. На все возрастам, на все времена. Насчет бюджета я бы сомневалась, потому что он тоже доллара 170 стоит. Ну, сейчас мы посмотрим. Так, та же самая цена. 170 долларов. Тот же бренд. Ever New. Десятый размер. Американский. Видите, австралийский. 14-й, европейский 42-й, американский 10-й. Вот так вот примерно выглядит. Ну, вот такое вот классическое платье. Так, платье принцессы. Вот это прямо весна, весна, весна. Посмотрите, какая расцветка. Я принесла за расцветку. Размер мне большой. Но это был самый маленький, честно. Там были или совсем маленькие, или вот такие вот. У него очень много приятных, интересных таких деталей. Смотрите, на рукаве. Манжет. Сейчас покажу. Видите, как красиво сделан манжет. Красиво сделана пряжка на поясе. Но мне даже не хватает. Я просто так его завязала, потому что мне не хватает дырочек. Настолько оно мне велико. Маленькие, хорошенькие пубочки. В общем, платьица такой принцессы, чудесная. А главное, что расцветка, конечно. Ну, такая, ну, просто прелесть. Вот здесь тоже воротничок сделан, так вот обработан. Тоже вне времени. Мне кажется, что оно никогда не выйдет из моды. Те, кто любит, тем, кто любит всякие такие нежные цветочки, мне кажется, что оно прекрасно. Очень красиво. Мне нравится просто расцветка. Оно на подкладке сделано. Вот. И великовато мне. А так очень красиво. Ну, я бы не стала такое, наверное, покупать. Может быть, если бы только оно было на сильной распродаже. На мой взгляд, оно очень нарядное. Ну, прям такое нарядное. И, в принципе, больше подходит для молодых девушек, таких, знаете, юных. Таких. Просто такая нимфа. Прям нимфа. Платье нимфы. Лесной. А мне? Куда мне в таком? Ну, примерить, посмотреть на себя, почему нет. Красиво. Это платье немножко подороже. Стоит 190. Потому что в нем присутствует 68% лиоцел. А подкладка, по-моему, хлопок. И поэтому оно чуть-чуть подороже стоит. Значит, вот видите, это 12 размер. Тоже Ever New. Вот этот бренд. Видите, какое оно все? Нежно-прекрасное. Нежно-красивое. Здесь нету замка. Только резинка. Но у нас цветка великолепная. Просто такая ткань. Просто, не знаю. Я такая девочка-девочка. Я так люблю всякие цветочки. Хотя, я признаю, что мне, конечно... Ну, наверное, все-таки это более такой молодежный вариант. В том смысле, что такая, знаете, расцветка для девушки юной, чистой. А я уже куда мне? Ну, в общем, короче. Кто как хочет, тот и носит. То есть, кому-то нравится и в 60 лет такая расцветка, носите на здоровую. Не слушайте меня. Я просто... Ну, к моей внешности как-то это, мне кажется, как-то это не очень вот такие вот цветы. Хотя, у меня есть похожее платье, кстати. Но не такого фасона, знаете. Все-таки очень красивее есть еще фасон. Вот эти вот сережечки, вот эти вот штучки, всякие дрючки. Мне кажется, это не совсем мое. Хотя, мне нравится. Так, вот это, мне кажется, больше мой фасон. Такое классическое платье, платье-рубашка, платье-халат. Хотя оно мне тоже очень велико. Опять же, танцуем как умеем, играем как умеем. Те размеры, которые в магазине есть, те я и беру. Видите, оно у меня здесь очень большое. Я не помню, какой-то размер. По-моему, Ларч, посмотри сейчас. Ну, видите, в этом магазине все рассчитано на женщин-взрослых. И поэтому все размеры рассчитаны на более такие пышные формы. Потому что не для девочек плоских, а для женщин постарше, для которых, в общем, ну вот, типа меня, значит, что... Вот, поэтому я у них даже и медиум там надеваю. В общем, короче, ну, вы видите, да? Вот это вот, Ларч, он мне, конечно, очень велик. Хотя, расцветка красивая, цвет красивый. Очень. Хотя платье синтетическое. Yes. Хотя платье синтетическое и такое, знаете, видите, оно немножко здесь с разрезами. Ну, вот как раз вот к этому вот эта обувь совсем не подходит. Но имеет место быть. Они такие еще и бежевые, но зеленые мне кажется красивее. Так, стоило оно 135. На него сейчас, по-моему, 50% скидка или 40%. В общем, что-то такое. Тоже немало, но, в общем, короче. Вот это вот такой бренд Hudson North. Это вот магазин называется Hudson Bay. То есть это их бренд, этого магазина. Видите, размер Large. Сделано в Камбодии, кстати. Боже, какие здесь продавцы активные. Все время стучат, бегают по этим самым. Короче, выглядит оно как будто бы, знаете, вискоза. Но нет, это синтетика. Ткань красивая такая с блеском. И размер, конечно, был бы поменьше, было бы лучше. Этот очень большой. Но, видите, так вот рисунчик совпадает. Молодцы. Сзади, кстати, у него такая вот складка. Вот. В боках рисуночек, ну, конечно, не совпадает. Это уже слишком было бы, слишком. Но, видите, вот они расстарались. Вот на застежке спереди, во всяком случае, рисунок совпадает. Что, конечно, было бы ужасно, если бы он не совпадал. Это вообще был бы ужас. За 135 долларов уже как-то можно, конечно, было постараться. Что они сделали? Платьице бархатное от мистера Ральфа Лорена. Это мой размер, и мой фасон, и мой цвет, и мое, как бы, ну, вот. Я женщина взрослая, солидная, серьезная. Типа меня. Никаких цветочков. Но оно, конечно, нарядное выходное. Очень красиво сделана вся драпировка. Единственное, что... Ну, хорошо, у меня есть вот этот топ сегодня на мне. А если нет, что, как... Надо здесь, наверное, как-то зашивать его, ушивать. Ну, нельзя же такое вырезать, ну, девочки. Ну, даже самым смелым женщинам, как бы, мне кажется, так вот не будет. Хорошо, что у меня этот топ внизу сегодня надет. Я могу спокойно все примерять. Ну, как-то, может быть, надо это подзашить здесь, что или что. Я даже не знаю. Хотя это как-то выглядит, будет выглядеть, наверное, не очень. Что-то начать зашивать самим, в общем. Ну, как разумевается, наверное, что нужно вниз надевать какой-то тук, что, в общем, не должно быть, мне кажется. Особенно у Ральфа Лорена. Значит, вот такой вот у него здесь я вам как-то отрезана. Здесь вот такой разрез. Красивое платье, бархат. Цвет красивый, пассион красивый. Ну, здесь вот немножко как-то вот это вот лишнее здесь у меня. Это как раз десятый размер. Видите, он мне чуть-чуть великоват. Вот тут вот, видимо, чуть-чуть. А вот по юбке самый раз. Все скрывает. Видите, очень стройнит. Никаких животов не видно, ничего. Красивый рукав такой. Вообще, мне оно нравится. Если бы оно было не... Ну, довольно дорого стоит. А так, в принципе, мне бы хорошо было. Я бы взяла. У меня часто бывают такие выходы какие-то, на которые нужно было... Можно было бы надеть такое платье. Ну, вот единственное, что меня смущает, вот этот верх. Ну, вот так как-то если подхватить. Потому что здесь вот как-то все распахивается. Как-то оно неаккуратно лежит. Может быть, мне груделей не хватает. Может быть, что. Я не знаю. Ну вот. А здесь вот очень красиво, правда? Очень красиво внизу юбка. Прямо шикарно. Прямо очень. Что редко. У меня всегда вот такие вот узкие обтягивающие юбки. Я всегда с ними страдаю, потому что у них торчит живот. Вот, а здесь видите, как хорошо сделать. Прямо то, что надо. Так, состав, конечно, полиэстер и ластан. У него сзади есть молния. Вот видите, Ральф Лорен. Десятый размер. И сейчас оно стоит 183, а стоил 245. Представляете, вот такое вот недешевое платье. Ну, оно тоже такое. На все времена. И всегда в моде, мне кажется, правда? Вот. Ну, тоже для женщин серьезных взрослых. Коими мы являемся с вами. Цена, конечно, великовато для такого платья, которое... Ну, можно найти такое где-нибудь в другом магазине что-нибудь подешевле. Если даже это будет играть Ральф Лорен, что-нибудь скажем попросту. Что, девушки, дорогие? Вот такие у нас сегодня были примерки. Я уже предвкушаю разгромные комменты на тему старомодных платьев. Не актуальных, не модных. Ну, вот так вот у нас в Канаде одеваются. Вот такие у нас... Такая у нас мода. Если не ходить по масс-маркетам, типа там H&M, Zara, Cos и так далее, там, где какие-то тренды более или менее появляются, то вот в обычный такой канадский магазин, в котором одеваются очень-очень многие канадцы, а здесь женщины вот в этот магазин ходят как go to store. То есть они вот, если им что-то надо, они идут сюда. Они не идут ни в Zara, ни в Zara, они вообще не знают, что это такое. Да даже не только канадки. Я знаю моих знакомых, девчонок, тоже очень многие здесь одеваются. Когда я им говорю, они говорят, откуда ты такой красивый у тебя такой? Я говорю, ты из Zara, Zara. Они так удивляются. Они вообще не очень знают, что это за магазин и что в нем продается. Для них это такой бас-маркет, Zara, хлам, барахло. Они удивляются, что там вообще можно купить что-то приличное, как многие, кстати, люди. И идут в такой вот магазин, покупают вот такие вещи старомодные. Вообще им это нравится. Еще и потому, что вот ультрамодные трендовые вещи они не любят. Они одеваются вот так вот. То, что я вам показывала. Вот такие вот платьицы. Вот то, что я вам показывала в магазине. В общем, они, очень многие мои знакомые, имеют вот такую вот одежду. Хорошие девчонки, современные, все прекрасно устроены. У всех есть деньги. Они никто не нуждаются. Поэтому они могут пойти в такой магазин и долларов за 150-200 купить вот такое платье. Просто потому, что им нравятся такие фасоны. Это Кельдин Кляйн, это Тони Хиллфигер. Они знают эти бренды. Они их любят, они их носят. И, в общем, вот такие вот платьицы. В 100-летней давности фасонов они их носят, и носят, и носят. Вот. В общем, вот такой вот спич у меня вышел. Давайте будем прощаться. Я надеюсь, что вам все-таки чуть-чуть понравилось, что вам было интересно. Всех любят. С вами была Дита. Всем пока. Бай-бай.